ДИНАМОВСКАЯ СПАРТАКИАДА ДИНАМОВСКАЯ СПАРТАКИА ДОБЛЕСТЬ, ЧЕСТЬ И ОТВАГА Вечер памяти, посвященный подвигу воинов-интернационалистов, прошел в стенах городского дворца культуры. Звонницу при внутреннем храме-часовне блаженной Ксении Петербургской открыли в Биробиджанской воспитательной колонии. Стойку для нее изготовили сами воспитанники учреждения, а колокола передала в дар Биробиджанская епархия. Все они отлиты в московской мастерской Ильи Дроздихина. Изготовление и приобретение колоколов стало возможным благодаря проекту «Путь к исправлению», который стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Воспитанникам уделяется огромное внимание и духовное окормление, в том числе это один из путей исправления. Конечно же, ребята очень хорошо относятся к вере. У нас действует православная община. Она немногочисленна в силу немногочисленности спецконсингентов в целом. Конечно, ребятам это интересно. Мы вывозили их на мастер-класс в кафедральный собор во взаимодействии с епархией. В дальнейшем рассматривается возможность открытия при учреждении воскресной школы. И уже принято окончательное решение о том, что при храме появится кружок колокольного звона. О своем желании вступить в него уже заявили несколько воспитанников колонии. В котором будут заниматься ребята по своему желанию обучаться разным стилям, техникам звона. У нас потому что устав о колокольном звоне достаточно распространенный. Есть и торжественные, есть и постовые, и погребальные, и военные звоны, и его структура, и колокольного звона. И орнамент, рисунок, он не повторяется со звонницей другого региона. Священнослужители уверены, колокольный звон заставляет каждого человека задуматься о чем-то вечном и светлом, обратить взор на свой внутренний мир. И как они делятся, общение с воспитанниками колонии эти слова только подтверждает. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Открытие ежегодной спартакиады между ведомствами силовиков и правоохранителей регионального общества «Динамо» началось состязание по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из подразделений Росгвардии, управлений МЧС, МВД, ФСБ и ФСИН по Еврейской автономной области. Спартакиада проходит по восьми служебно-прикладным видам спорта. В этом году, 18 апреля, исполняется 100 лет обществу «Динамо». И поэтому на все соревнования, в принципе, идет большая конкуренция. Спортсмены коллектива у нас проводят отборы в своих ведомствах. И уже в данных соревнованиях принимают сильнейшие спортсмены, сотрудники нашей области. Соревнования проходили в двух номинациях – личное первенство и командная эстафета. В личном заплыве мужчин поделили на возрастные группы – до и после 40. Им предстояло преодолеть дистанцию в 100 метров вольным стилем плавания. Условием в личном первенстве среди женщин было расстояние вдвое меньше. Спасательница Нина Кукишева с поставленной задачей справилась. Правда, не хватило совсем немного, чтобы опередить сотрудницу МВД. Но однозначно перед соревнованиями обязательно нужна подготовка. Я недели две в усиленном режиме занималась, приходила в Центр детского творчества, плавала. Спасибо большое Альбине Бойко. Где-то подсказала она мне, на что обратить внимание при подготовке. Победители и призеры в личном и командном зачете наградили кубками и медалями. По общим результатам бронзу завоевали спортсмены управления ФСБ. Второе место у сотрудников Росгвардии. Главный кубок забрали представители управления МВД России по еврейской автономии. Екатерина Кувалдина, Павел Славин. Новости 21. Вечер памяти, посвященный подвигу воинов-интернационалистов, прошел в стенах городского дворца культуры. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. С 2010 года в России отмечается эта памятная дата. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На территории автономии проживают участники почти 30 локальных войн и военных конфликтов по всему миру, которые произошли после 1945 года. В зале собрались ветераны боевых действий, действующие военные, жители города, представители правительства и законодательного собрания региона. В ходе каждого, кто, храня верность присяге, до конца исполнял свой воинский долг, мы помним по именам. Где бы ни находился русский солдат, он всегда защищал, освобождал, помогал, спасал. Со времени Второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом. И сегодня российские военнослужащие продолжают исполнять свой интернациональный долг. Они всегда готовы защитить и оказать посильную помощь всем нуждающимся. Мы гордимся нашими защитниками. Ульяна Наумец, Богдан Патрин, Новости 21. Смотрите далее. О Родине, Мужестве и Славе. Более 300 участников собрал патриотический песенный фестиваль в школе номер 8 Биробиджана. Войдут в историю. Впервые биробиджанские гимнастки представили ЕОО на первенстве Дальневосточного федерального округа. Фестиваль военно-патриотической песни о Родине, Мужестве и Славе прошел в восьмой школе города Биробиджана. Три песенных состязания, собравшие более 300 участников, посвятили Дню Защитника Отечества. Патриотизм надо воспитывать, а не обучать. Выучить можно таблицу умножения, стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. А патриотизм – это воспитывается. Воспитывается словом, воспитывается иными средствами выражения, такие как песня, танец. И мы надеемся, что сегодня каждый ребенок прочувствует исполнение, прочувствует песню, прочувствует танец. Песня всегда сопровождала солдата. Сегодня это доказали ребята старших классов. В зале прозвучали военно-патриотические песни, знакомые многим жителям постсоветского пространства. Историческое сознание народа содержит в себе память об огромных испытаниях, которые пережило наше государство за время своего существования. Театральные постановки школьников стали иллюстрацией этому. Мы разговариваем об истории войны в школе, на уроках и в различных мероприятиях. Устраиваем их постоянно. Важно очень помнить историю нашей страны и не забывать ее. Выражать ее не только в фильмах, в музыкальных произведениях, но и в сценках, постановках, как сегодня было. Я понимаю, что мы должны помнить о нашей стране, о наших людях, о нашем народе и должны верить в них. Конкурс показал, что песни военной поры до сих пор любимы, звучат и остаются в строю. 20 февраля состоится финальный смотр песни начальной школы, после чего всех участников фестиваля ждет награждение в разных номинациях. Андрей Кирюшин, Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко, Новости 21. Спортсменки из ЯО представили регион на первенстве чемпионате Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике в Южно-Сахалинске. На соревнованиях столь высокого уровня еврейская автономия заявила о себе впервые. За медали боролись более 170 сильнейших спортсменок из 10 субъектов Дальнего Востока, прошедших отборочные этапы в регионах. От автономии выступила сборная из 11 лучших гимнасток области. На первенство Дальневосточного федерального округа была направлена сборная команда в составе 10 спортсменов и двух тренеров. Главный тренер Евгения Александровна Карпова. Еще одно весьма значимое мероприятие состоялось в Южно-Сахалинске в период с 9 по 13 февраля. Это чемпионат Дальневосточного федерального округа. Наш регион впервые участвует в этом соревновании. Достаточно высокие требования. На сегодняшний день у нас только одна спортсменка соответствует этим критериям. Воспитанницы выступали на первенстве в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта впервые. А вот возможность защитить честь автономии на чемпионате по программе уже мастера спорта предоставили Дарье Безуглой. Среди 48 участников сборная из Биробиджана заняла 26 место. В командном зачете гимнасты ЕАО впервые подняли из последней строчки списка регионов Дальнего Востока на 8 место, опередив Магаданскую и Амурскую область. Они войдут в историю, что Дарья Безуглая, которая впервые выехала на чемпионат, что девочки в групповых упражнениях, которые поставили групповую команду и хорошо представили, ну как бы и отработали свою программу. Там тоже можно было выполнить разряд кандидата в мастера спорта. Ну они задачу свою выполнили, баллы заработали. Ну в общем было все достойно, поэтому результатами мы очень довольны. Тренер отметила, в ЕАО художественная гимнастика как профессиональный вид спорта только начинает свое развитие. Несмотря на отсутствие необходимых условий для тренировок в имеющихся спортивных помещениях, сейчас стоит задача в подготовке спортивного резерва и спортсменов более высокого класса. Екатерина Кувалдина, Богдан Патриан, Кирилл Богаченко. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин